Все, поехали дальше. Итак, у нас есть... А, черт, мы же, я думал, мы посмотрим, и мы не посмотрели. Три вот этих испытания. А, блин. Галя, ты занята? Что, Галя? Я заказываю его. Три испытания. Давайте три испытания. Не знаю, вот там, книжки. У кого есть книжка? У тебя есть книжка? Посмотри, что там написано. Нам нужно три испытания для детей в школе. А что, мы... Я открытый книжки, был ли ты так? Лиза, мы что, половину перешли? Давно уже перешли половину? Нет, у меня еще... А, это просто... Все, я понял, собрались. Должна, что посмотрите. Я не буду смотреть, ты смотри. Там тут где-то я тоже была. Я не чтец, я писатель. Чукча писателя не читает. Нам нужно три испытания в школе. Он прям пишет одно за другим. Первый... О, Женя, мы уже думали, ты свалился вообще. А родственник или не родственник? Нет. Дмитрий нас разочаровал. Дмитрий, ну как так? Ну а что нам теперь делать? Мы же все придумали. Мы поверили сами. Мы же все посчитали. Наша рассудительность уже привела нас в тупик, получается. Нам мужества не хватило. Признать, что нет, не родственник. Все ждем Лизу и Инну. А ну где-то там и есть. Так, но обольщением это третье. Что? Обольщением это третье. Обольщение третье. А тут интересно, в каком порядке? То есть он сразу кого отбирает? Да? Обольщение третье. Так, здесь еще есть. А, это и есть обольщение. Обольщенным уже ты и признаешь, я думаю, тех, кто измилит свое мнение, завороженный удовольствием или охваченный страхом перед чем-нибудь. Удовольствие и страх. Ну такое, блин, не понимаю. Нам нужно первое испытание, второе испытание, третье испытание. Понятно? Мы же открыты. Куда ты делаешь? А подкладка это вот так была. Как я только что и говорил, надо искать людей, которые всех доблестнее стоят на страже своих взглядов и считают, что для государства следует делать все, что по их мнению наилучшее. Они должны заботиться о государстве. Даже в их детские годы, предлагая им занятия, надо наблюдать, в чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману. Именно в чем. Памятливых и не поддающихся обману надо отбирать, а кто не таков, тех отвергнуть. Не так ли? Так, ну давайте предположим, что первое испытание это все-таки на рассудительность. Памятливость, умение фиксировать какие-то данные, да? Обман, не поддаваться обману. Поддержанность, обману, умение... То есть все-таки это вот это, да? Так, надо также возлагать на них труды, тяготы и состязания. И там подмечать то же самое. Так, это что, второе испытание? Да. Тяготы, труды? Да. Тяготы, труды и состязания. Это что, выработка мужественности? Состязания. Да, да, да. Надо, стало быть, устроить для них испытание и третьего вида. То есть проверку при помощи обольщения. И при этом надо их наблюдать. Подобно тому, как жеребят гоняют под шум и крик, чтобы подметить, пугливы ли они, так и юношей надо подвергать сначала чему-нибудь страшному, а затем для перемены приятному, испытывая их гораздо тщательнее, чем золото в огне. Так выяснится, не поддается ли юноше обольщению, во всем ли он благопрестоен, хороший ли он страж для самого себя, так и мусического искусства, которому он обучался, покажет ли он себя при всех обстоятельствах умеренным и гармоничным, способным принести как можно больше пользы и себе, и государству. Кто прошел это испытание и во всех возрастах детском, юношеском и зрелом выказал себя человеком цельным, того и надо ставить правителем и стражем государства. Ему следует воздавать почести и при жизни, и после смерти, и достоин почетных похорон и особого выковечив о нем памяти. «А кто не таков, тех надо отвергнуть. Вот какими должны быть главкон отбор правителей и стражей в их назначении». «Отбор правителей и стражей». «Да, еще не назначение. То есть как будто произрослых. «Типа есть какое-то кадетское училище, либо его отбирают». «Лицей, да, и уже карьера». «Опять же это такое немного автопная мысль появилась. Я постоянно слышал такое утверждение, что подростковый возраст придумали вот прям недавно. Раньше там дети были, потом сразу взрослым снимались. А тоже юноши, потому что по факту как раз и есть подростковый возраст». Можно это часто услышать. Вот, дескать, и детства-то не было. Просто считали маленькими взрослыми. И апеллируют к чему? К позднему средневековью. Ну, так давайте рассмотрим, а что в античности. Даже, ну, все равно игрушки-то всегда были игрушки-то гибели. Это всегда были к ним отношения. Там особо какая-то роль детей все равно не была. Поэтому журналистская оголтелость. Сет подходит для любителей острых ощущений, готовых к новым вкусовым открытиям. А, это я. Друзья, кстати говоря, я забыл произнести. Сегодня сотый выпуск «История философии». Так что мы празднуем, празднуем, празднуем. Ура, ура, ура. У нас юбилей. Нам сто лет исполнилось. Я включил кондиционер. Регулируйте. Если кому-то там... Ну, ладно, жарко. Ничего нам отменять. Окей, хорошо. Тестирование малышей в школе. Прошли. Следующий. Внимание, внимание. Хватит наслаждаться. Основной государственно образующий миф. Ты можешь. Основной государственно образующий миф. Кто помнит, что там было? Он же говорит, миф создать нужно, чтобы поверили. Наспукая память. Я сейчас начинаю думать, что мне это снилось. Кажется, мне снился основной государственно образующий миф недавно. То, может быть, это и ночью. Мне прямо снилось, что он вот это вот рассказывает, то, что вы сейчас вспомните. И я понимаю, насколько это мудро вообще продумано. Дальше я не помню. Я прям понял, насколько это правильно было сделано. Во сне. Он проснулся и забыл. Нет, я помню. Я просто не хочу вам подсказывать, каков он государственно образующий. Ну, вот это вот медный. Чего медный? Медный. А, точно. Это я другое вспоминал. Ага. А? Про мать. Да, про мать. Да, да, да. И что нужно ее опередать. Что мы из земли, и вот как раз мы эти металлы, да? Медь, золото. Имеется, мол, предсказание, что государство разрушится, когда его будут охранять железный страж или медный. Но как заставить поверить этому мифу, если у тебя для этого какое-нибудь средство? Никакого, чтобы поверили сами. Первые стражи, но можно это внушить в сыновьям и позднейшим потомкам. Ну, такой миф, представление, то есть создается, что вот у тебя в крови много меди, у тебя в крови много золота, у тебя железа, да? Получается, то есть основатели государства, они вообще должны все понимать, уходят, а детей воспитывать уже нет. Так получается? Да, они понимают, что миф – это миф. Они рефлексируют его, а остальные не рефлексируют. Что вы все друг другу родственники, что Бог примешал, ну, примесь в каждого. У кого золото, у кого там серебро, у кого медь. И что от золота родится… И все друг другу родственники, но большей частью рождаете вы себе подобных. Хотя все же бывает, что от золота родится серебро, серебряное потомство. Тут немножко такая логическая дырка в мифе, да? А что? Ну, в смысле, иногда стражи рождают и… Ну, или, например, там правители рождают стражи, но не выше, да? Не могут эти люди быть в правителях. И от правителей Бог требует, чтобы они оказались доблестными стражами и ничто так усиленно не оберегали, как своё потомство, наблюдая, что за примесь имеется в душе их детей. А железо – это кто? Это примесь? Да, простые люди. И в зависимости от какая примесь, такое состояние. Ну, я надеюсь, они из них тоже выделяют, могут взять… Они же говорят об этом, что он может родиться с золотом в крови у железных людях. Да, да, да. И вот это он называет природными задавками. Угу. На что направлен этот государственно образующий миф? На целое. А, помните, там ещё… На заботу о целом. Да, я сейчас дополнение сделаю. Там ещё очень здорово, что мы-то родились из этой Матери-Земли, и мы принадлежим ей. И поэтому государственники, то есть правители, они даже покидать свою землю не имеют права. Они не имеют права ездить за границу. То есть на них наложены максимальные запреты. Блин, ну… Это ж с какой-то ограниченности виду получается. То есть они даже не будут… Если они есть за границей, они вообще не понимают, как там что происходит. Ну, только вот. Ну, всё равно, блин, тогда они вообще не понимают, какая там жизнь. Не, ну, в любом случае, без дипломатии нам не обойтись, да? Там всё равно должны быть какие-то эти… Ну, как Петр, он поехал, посмотрел, а потом всё придётся. Вот, кстати, между прочим, про Петра. Вот он поехал, посмотрел… Шесть лет, да? Это великое посольство. Обучился всему. Всё, до свидания за границей. Теперь мы здесь. Мы здесь занимаемся. Уже не остался я там, правильно? Сюда мне каждый подсказывает, что Платон был бы против, чтобы что-то брали из других… Ну, делали у нас то, как там. Я бы не… Они же, ну, тупые. Слушайте, но мы не знаем, Платон был бы против или нет. Есть такое предположение, да? А у меня есть предположение всё-таки, что Платон весьма тонок и изящный. Ну, 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 не грубый человек. То есть, когда у нас складывается время от времени, что он такой как-то галтелый, что он там очень прямолинейный и говорит, нет, вот так, но потом оказывается, что всё достаточно тонко. Диалог софист, там же какой-то Панаех как раз сидит. Панаех приехал. Панаех приехал. Да. Элеец? Да, Элеец. Сам Платон путешествовал в Египет, если что. Потому что Египет – сосредоточие мудрости. Я просто сказала, потому что он собирался выгонять иностранных музыкантов. А кем? Да, 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 да. Типа, пошли вон отсюда. Правильно. Нам это не подходит. Вот поэтому я так сказала. Ну, так и есть. А разве иностранные? Ну, да. Хочет выгонять тех, кто не подчиняется. Да, то есть они вам… О! О! Вообще, да. Там было отдельно, прям говорилось о том, что будут приезжать к нам чужеземные всякие музыканты. Там всякое такое, гастролеры. Мы пожмем им руки, поулыбаемся и отправим дальше. На чужеземных то, что они-то вообще не понимают нашу жизнь. Они там живут каким-то своим, там, безнравственные какие-то. То есть в Советский Союз Джо Досен приезжать не будет, короче, да? Нет, будет. Он приезжает, не все улыбается и говорит, что все вводит в Францию или где он там, в Италию. В Франции. Давай, Зистерба, давай, вперед. Но то, что подходит, оставляют. По типу, там, итальянской эстрады какой-нибудь, да? Пожалуйста. Ну да. Получается, что мы разрешаем то, что подходит. А Рэмбо 3 у нас не будет. Извините. В итоге кончилось тем, что все предпочли смотреть Рэмбо 3 вместо того, что нет. Есть такое дело, запретный плод и так далее, да. Ну, я думаю, дело не только в запретности, а в том, что, в принципе, ничего похожего по факту нету. Либо какие-то подражания, либо что-то, что будет так цепляет. Это же не потому, что он запретный, мне кажется. Кстати, вот я об этом никогда не думал. А я думал, что именно потому, что запретный. А он же сочно снятый. А мы так сочно снимать не умели. Ну вот, я помню, как ты с одним мужиком общался. Он говорил, вот я в детстве начал слышать эти голоса. Слышал там, вот какая у нас музыка? Ну вот оркестр, все что-то там, все четко. А тут раз, там Битлз. А совершенно другое. Оно не похоже ни на то, что есть. То есть не потому, что они запретны сами. А вспомните, кстати, что по этому поводу говорит Платон. Вот это все новенькое, мы, говорит, типа массовый такой человек, он падок на новенькое. И мы это отменим, говорит. Всякое новенькое, мы отменим. Потому что тогда будет хотеться новенького, новенького, новенького. Интересно, как это вообще возможно в политике, в реальном, да? Взять и отменить новенького. Ну он, в принципе, за какую-то такую консервацию. Это же новенькое, неконтролируемое. А мы вводим то, что контролируемое. Как он сейчас вводит с этим. Грех вводит. Ну, кстати, вот я... Стоп, стоп, стоп. Про это самое мы договорились про современность нашу не говорить. Мне первое. Угу. Осуждай. Я хотела сказать, что отрицание новенького как раз прекрасно именно социалистической какой-то такой штукой совпадает. Потому что капитализм как будто бы про бесконечно новенькое. Мы постоянно что-то новое производим, нам надо больше, больше, интереснее, развлекайте. А социалистическое, оно как будто бы предполагает отсутствие новизны. Ну, можно тут я добавлю? Ну, давай. Можно? Можно я проведу? Нет, Никита не разрешает. Дим, давай, Никите дадим. Да. Подожди. Но на заре своей социализм, наоборот, про максимально новенькое. И в культуре, и в экономике, и вообще во всем. У нас сплошные инновации. То, что мы вообще не будем, как бы вы там все устарелы и отсталы. Даже вот это главный враг социалисты – это кто? Реакционер. То есть тот, кто хочет вернуть назад. А мы, наоборот, прогрессивные. Мы за прогресс. Ты путаешь… Да. Ты путаешь само появление нового направления, которого как будто бы раньше не было, и само содержание, вот в плане насыщаемости людей, что ли, чем-то. Ну, как тебе? Когда ты живешь только по потребностям, по своим, какого… Подожди, нет, смотри, ну вот в начале, там, 20-е годы все советское искусство – это что, максимально такое, вообще абсолютно… Это новизна максимальная. Она прорывная, революционная. И перед революцией. Василина говорит про новую модель айфона постоянно, да? То есть это не новизна, на самом деле. А как же новый завод построить? Постоянно… Ну, новые, как можно больше… Насколько я понимаю, Платон протестует против создания общества потребления. Да, я про общество потребления говорю. Ну, социализм… А вот социализм – это не общество потребления. Вроде нет. Но здесь много вопросов. Дмитрий. Да, по поводу нового. Я хотел добавить по поводу эйдосов Платона. И тут замкнутой какой-то конструкции не может быть. Если Платон говорит про мир идей, то это просто невозможно. А почему? Как раз… Стоп секундочку. Когда он говорит новенькое, он имел в виду музыку. Он имеет в виду все-таки симулятивность. Симулякры. То есть все новенькое, хорошо забытое, старенькое. И постоянно эпохи музыкальные сменяются и сменяются. На самом деле ничего нового не происходит. Это не раскрытость идеям, это другое что-то уже. Это как раз наоборот. Очень хорошо, что вы об этом сказали, потому что идея неизменна совершенно. Ну просто какие-то идеи нами не открыты. Дмитрий про это, да? Короче, все, понятно. Тут существует действительно раскрытость, ну как бы вот хайдегерианская такая распахнутость, да? И запахнутость. Вот этот Дасман, он наоборот, требует новенького, 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 но там нет никакой раскрытости. И уж тем более… Потому что он как бы и стремится к осуществлению истинной идеи справедливости как таковой. И вот построит его здесь и теперь. А о чем еще? О раскрытости дополнительной… Какой может быть идея и речь, если он хочет ну такую чистую идею здесь и сейчас? Ну, некий симулякор Эйдеса, я правильно понимаю, да? То есть некая имитация. Настолько чистый, насколько возможно. Так, хорошо. Это был основной государственно образующий миф. Мне кажется, мы закрыли этот вопрос плюс-минус, да? Пятый проект коммуны. Кто что про это помнит, понимает, хочет сказать? Или кто что хочет промолчать про это, скажите? Как-то меня нужно пугать это замолчание, это пауза. Я что-то не могу понять, о чем. Проект коммуны. Некая… Ага. Что такое? Некая общинность, не стяжательство, господи, как это называется? Ну, отказ от собственности. У кого это? Кто помнит? У стражей. У стражей. Как они живут? То есть у них общие дети. Ну, до этого, мне кажется, еще не дошли, да? Да, да. Мне кажется, не дошли еще до этого. У них нет семьи пока. То есть они все одна семья. Да, это будет только в пятой книге, да? Да. Или уже прозвучали? Нет. Там была поговорка о том, что все общее… Все общее. И жены тоже, да? Там была поговорка. Он вбросил. Он пока что только вбросил, шокировал и дальше молчит. Уже становится понятно, как работает Платон. Он вбрасывает, шокирует, молчит. Потом он выводит какую-то теорию и удивляет нас, потому что она всегда парадоксальна. Мы говорим, как так? Ведь все наоборот. Он говорит, смотрите, так-то, так-то, так-то. А потом бац! И из этого исходит логическое вообще такое умозаключение. И то, чем он шокировал, в конце он показывает, что только так. По-другому вообще нет. Уже становится понятной его методикой. Мне Лазвоб как-то предложил подумать. Если вот он говорит про это отсутствие собственности и общность жен, как-то соотносится с человеческой душой. Я ничего не придумал. Ничего не говорит? Курит. Курит просто, да? Ну, как это соотносится с человеческой душой? Я не придумал. Ну, это хороший вопрос. Кто-то умный придумал. Как будто, не знаю, нет какой-то... Нестяжательство такое, да? То есть, пожалуйста... Нестяжательство, наверное, нет привязанности каких-то. Я знаю только единственный пример. Общенность общих жен. Это восстание Маздака в пятом веке, когда они полностью разрушили государство таким образом. Ну, они же не разрушили государство исторически. Они же поддержали нового падишаха, насколько я помню. И у них был прям такой этот самый... То есть, это жречество, Маздак и его сотоварищи, это такое жречество, прослойка очень четкая. Именно жреческая. А есть падишах, и они друг друга поддерживали. Пока падишах в итоге не уничтожил просто Маздак. Ну, вот. Я бы сказал, что пока они там друг друга уничтожали, выносили золото. Но само государство в этот момент... Как часто бывает. Это была очень жуткая революция. И, по сути, государством это стало, а не вот этим воюющим, не при ничем, по моменту, когда Маздак убрали. Во время жертвоприношения их всех... И вернули нормальный... Расстрелял, да. Институт семьи, условно. Ну, Маздак, он был такой, да. Или антинамичный, или аномальный человек, да. Там вообще интересная штука была. Он был пляшивый, маленький, картавый. У них были красные знамена. И отраваны, вот именно то сословие, которое он взял, они стали носить кожанки. Это было очень интересное параллель. Маркс же говорил, что вот при капитализме жена – это собственность мужа, а при коммунизме она не будет ничьей собственностью. В этом смысле это было у нас? Тут надо понять. Он в Западной Европе, да. Это крайне патриархальное такое общество, где женщина чисто собственность, и все. То есть там... Это не суббит. Даже в России не так. В России не так. Хорошо. Но нет, на самом деле есть и до сих пор, и издревле есть разные сообщества. Например, там те же самые гавайцы. Есть? Во-первых, вот эти же традиции были у евреев те же самых, А вот у нас, как у нас ядерная семья – муж, жена. Вот у них ядерная семья – это примерно 40 мужей и 30 жен. Или наоборот, 30 мужей и 40 жен. Они все друг другу мужья и жены. Они в таком сообществе живут. И это издревле и до сих пор так. Сейчас же это штат США. Это вызывает огромные проблемы этического характера. Там же протестантская США и тут такое. Есть, во-первых, вот эти же традиции были у евреев те же самых, когда брат умирал и жена за его брат замуж. О, да. Это тоже архаическая традиция. Да, да, да. Хорошо. Друзья, мы увлеклись наслаждением разбирания чужих постелей. А тут проект коммуны. Как ты душе применил человек? Нет, я имею в виду, у нас есть четко третья и четвертая книги. Вот мы прочитали их. Что там про это? Что, а? У тебя вопрос, как душе применил. Да. Ну, короче, давайте вспомним, что было написано из прочитанного. Как живут страшные. А в душе все люди – братья. И сестры. И сестры. И любовники. И ци. Подожди, а человек сам себе брат, сестра и жена? И деть. У него вопрос от Лызлова. То есть, если государство – это модель индивида, человеческого существа, то как в этом? Про вот это вот коммунизм этот и нестяжательство. То есть, что мы имеем? Давайте просто припомним материал. Что-то, мне кажется, мы сегодня к чечению не перейдем, не бог с ним. Как живут стражи? Вспоминайте, из прочитанного уже. Не из пятой книги. Да, мы до нее не дошли. Ну, как живут стражи? Они воздержаны. То есть, это баланс кротости и ярости. Они обладают мудростью, рассудительностью и справедливостью. Но эта воздержанность, она не мешает быть ярости. То есть, как бы, она только его равновешивает. Она направляет ярость. А быт? Быт стражный. Жестко держат на тело сожжения. Быт, быт. Мы же проходили, мы же читали это. Но у них нет своего. Вот. Они не имеют даже права прикасаться к золоту. Вот. Им нельзя. Запрещено прикасаться к золоту. Запрет очень четкий на законодательном уровне. И государство содержит их, обеспечивая их абсолютно коммунизм. В их случае. Не в случае другого состояния. Это необходимо. Абсолютно, да. Всем необходимым. Оно на год выдает им вперед. Да. И они там сами уже распоряжаются. Но необходимо и без излишества, чтобы не разлагало. Без излишества. Никакой роскоши. Да. Простая одежда. И жилища какие-то им выдаются. Мы еще не понимаем, какие жилища. Но какие-то дома. И эти дома находятся, как мы понимаем, в центре города. Чтобы все районы города были в равнодоступности. То есть это находится в центре. Именно жилища стражей. И они всегда живут в этом смысле на страже. Ну то есть они как бы не сильно расслабляются. Вообще. Что такое? Так. Расскажите и мы посмеемся. Ну иди к доске рассказывай вместо меня. Ага. То есть это коммуна. И этот, ну когда упрекают, замечает Платон выстраивать социализм. Он выстраивает социализм для этого сословия. А это сословие, это меньше, как я понимаю, 10% населения. У всех остальных другой образ жизни. Свободный рынок. Все вот это вот. Ну социализм это же в принципе вот такое в каком-то смысле государство казарма. То есть в принципе мы берем образ жизни казармы и его кастераполируем на государство. Вот. И это несправедливо. Казарма такого, знаешь, университетского образца при этом. То есть вообще это все типа, ну как бы работники скорее университета. Диана, какой-то вопрос был? Да, у меня вопрос. А что их поддерживает тогда в таком образе жизни, если все остальные ведут другой образ жизни? То есть все остальные живут просто многие богаче? Да. Угу. Что миф просто о том, что вот они должны так жить? Мы уже пытались спорить на этот вопрос в прошлый раз. Ну давайте еще раз. Вот у кого какие идеи? А почему они живут этой жизнью? Их отсеивают первоначально. Громче только то, чтобы... Как раз их и отсеивают первоначально. Поэтому им и дают всякие испытания. В том числе искушения как одно из испытаний. В смысле это конструкция такая у человека. Какая-то как будто бы изначальная конструкция человека. Вот он рожден таким, ему хочется такой образ жизни вообще. Если допустим сегодняшний день, если допустим сегодня нет такой возможности так жить, предположим. Если в каком-то современность лишает человека так жить, он будет, ну непонятно, он будет маяться и куда-то вот искать. И скорее всего каким-то саморазрушительным образом жизни займется. Скорее всего. Потому что ему просто некуда будет поддаться. Что сказать хотела? Ну я просто к тому, что и сейчас в принципе есть люди, которые, например, работают на государства, в органах. И они не зарабатывают столько, сколько зарабатывают там какие-нибудь бизнесмены, например. И они про высокие чины, а про людей, которые просто выполняют свою работу. У них нет таких зарплат. Тогда почему он на машинах ездит? Я тебе не про высокие чины. Так это не обязательно высокие чины. Про обычных рядовых людей, которые останавливают терроризм, которые занимаются всякими сложными вот такими задачами. Ну рискуя жизнью. Тем, которые не жизнью. Да. Которые рискуют жизнью, а они не на таких машинах ездят. Я видел. Они не на таких машинах ездят, поверь мне. Они живут очень скромно. Часто. И им очень нравится этот образ жизни. Никита было какое-то другое там. У меня был вопрос. Да. А что вот этим отсеивателем, вот из селекционеров, будет побуждать отсеивать именно так, как нам надо, а не так, как они захотят? Потому что они не забор заходят себе личную армию быстро идти. И это огромная проблема, Никита. Это огромная проблема, которая касается вообще проблемы коррупции. Да? Платон как будто бы дальше нам обещает показать, что будет. Но... Я могу просмотреть. Не покажется. Не, но он дальше внезапно там начинает рассказывать про все четыре типа государства, что там от лучшего к худшему. И как бы следует, что собственно каждый более худший вид государства создают детей более лучшего. Да. Значит, у меня есть версия, что Платон попытается разрешить эту проблему в более позднем и страшно душном диалоге закона, который мы читать не будем. Неприятный диалог, надо сказать. Но если кто захочет пойти вообще в философию политики и дальше туда, то пожалуйста. В мясо, в грязь, то пожалуйста. Ну, в общем, как будто бы у него есть идея. Как? Ну, то есть, ну а эта идея, ну, наверное, она очень этапичная. То есть, определенного рода люди нами отсеиваются в страже. Угу. Угу. Это понятно, да? И это очень редкие люди. Соответственно, вот в школах мы отсеиваем, отсеиваем, отсеиваем. И там, ну, один из, может быть, ста, не знаю. Ну, хорошо. Ну, один из пятидесяти, да, там попадают в стражи. Всех остальных мы безжалостно отсеиваем. Кто отсеивает? Кто-то, кто работает в правительстве. Слушайте в правительстве, если хотите. Так вот, дело в том, что из стражей тоже очень редкие люди попадают в правительство. Вообще идея такова. Они тоже обладают какими-то качествами, там, какими-то страшно редкими. Ну, все равно. Звучит утопично? Да. Звучит утопично. Ну, да, это же, наверное, все равно не одно и то же. Ну, просто я помню, мне Данил рассказывал, что когда тест, тестирование проходили, там, в военкомате, например, его приз позвали к себе, там, кто-то там, какой-то дядечка при погонах, и сказал, ты не хочешь ли ты… Ты лишний ничего не скажешь? А, нет, не хочешь ли ты, там, пойти в военный. Вот, у тебя, типа, вот, все задатки для этого. Вот так вот. Ну, у нас есть вообще реализация этой структуры, кстати, с 16 века. Это орден иезуитов, вообще-то. То есть, что они сделали? Они пошли чисто платоновским путем. Они создали бесплатные для всех школы и потом колледжи. И, смотря на особо выдающиеся по каким-то своим критериям, они в конце обучения подходили и делали предложение. И до сих пор это существует. И делали предложение. Не хотите ли вы вступить в орден Иисуса Христа? Да. А вопрос, что у них, в первую очередь использование, так сказать, личных целей? А, ответ есть. Мы не знаем. Доступа нету. Ну, говорят, самая супер до сих пор, самая мощная секретная служба в мире. Ну, кто говорит? Ну, да. Само же и говорят. Ну, да. Так что, короче, доступа нету. Ну, собственно, по-моему, большинство спецслужб примерно тоже так и работают, приходят. Плюс-минус, да. Ну, так, большинство спецслужб откуда взяли структуру? У ордена Иезуита. Угу. Хорошо. Это мы сейчас уже начнем романтизм отдать, поэтому пойдем дальше. То есть, это был вопрос, проект коммуны. Еще раз, это определенного рода люди, психоаналитическим языком, наслаждение которых состоит в том, чтобы жить вот таким образом. жизнью. Есть здесь что-то еще? Спросить, узнать, ответить и сказать, откуда ж такие машины? Вот это все есть? Ну, вопрос у меня скорее хорошо. У вас есть люди, у которых есть наслаждение жить таким образом жизни, а есть люди, у которых есть наслаждение жить другим образом жизни. И что им мешает вот этих чуваков свернуть тогда? Так, я, может, слишком абстрактно. Что-то мешает? И зачем? Ну, кто-то хочет просто использовать там свою силу и власть для своих целей. Личных, да? Да, личных целей. И при этом, может быть, он достаточно хорошо мимикрирует. Ну, вот я думаю, например, да, в духовные семинарии какие-то. Там же тоже какой-то идет очень жесткий отбор со всех сторон, но при этом очень много все равно выходят священников, епископов, очень коррумпированных, очень мафиозных, неверующих в Бога, и которые просто используют это для своего обогащения. Хуже того. Здесь проблема еще хуже. Ну, хорошо, отберем мы вот такого рода людей. Их не интересует роскошь, богатство, излишество нехорошее. Но их же интересует власть. Да. Факт. Ну, Сталин. Ну, то есть их интересует власть. Они собираются пить неразбавленное, если говорить про Сталина, да? То есть их интересует жить в аскезе и давить, давить, давить сволочей. Ну, то есть, да? И вот, и перегиб, пожалуйста. Ну, и я как-то читал рассуждение, неважно чьи, что вот у нас люди очень восхищаются, говорят, что у нас тут какие-то вот кшатрии, люди такого кшатрийского типа, настоящий солдат, воин, то-се. Вот лучше бы такого, чем вот эти ворюди. Ну, по факту, что вот этих кшатрий, они человеческий укроп пьют еще больше, но только даже... Абсолютно точно. Кто восхищается кшатриями, почитайте Бахабхарату. Да. Вперед, вперед, там все написано, да? Ну, как они живут, как они друг друга мочат. Да, короче, да, проблем масса. Ну, то есть, когда Платон, и не только Платон, когда решают какие-то проблемы, сразу возникает огромное количество проблем, которые он, как правило, не закрывает. Ну, Василина первая. Да, я просто хотела сказать, видимо, он так вот хорошо у него так накладывалась вот эта вот проекция стада и эти овчарок, что как будто бы овчарки, они не могут наброситься на хозяина. Они не могут попытаться захватить там всю ферму и возглавить. Вот как будто бы у него какая-то такая вот... Допустим, даже они не будут набрасываться на хозяина. Предположим, хорошие собаки, но друг с дружкой они будут выяснять отношения. Будут. Вот чем прикол. Так, Никита, потом Дима. Я сейчас подумал, что вот эти сами... Почему эта мысль возникает? У людей, что вот лучше бы нам вот этого честного воина, чем вот этого ворюга. То есть как раз таки в голове обывателя власть это про деньги. Ты иметь больше власти, чтобы зарабатывать больше денег. То есть люди обычно так мыслят власть. Стану чиновником, чтобы воровать все. Иначе не мыслят. А если... Я никак не понимаю, что в принципе есть люди, которые просто фанатики власти, а нам для денег нужна сама по себе. Да я больше скажу. Вот в ИПИ даже один преподаватель прям открыто рассказывает, что у него есть пациент, который сказал, я бизнесмен. Я чувствую, что я бизнесмен. Я хочу больших масштабов. То есть я сейчас сверну весь бизнес. Я вот уже прошел образование историческое и юридическое. Я сейчас пойду во власть. Займу серьезные посты. Потом я все это завершу. Когда у меня там будут связи, я вернусь в бизнес и я развернулся. Все. Да? Дмитрий. Я по поводу коммуны. Я не согласен с тем, что это наслаждение. Мне кажется, это наоборот гомеостас удовольствия. Там нет наслаждения. А, когда я говорю наслаждение, я имею в виду уже переработанное удовольствие. Я уже этим самым, своим рабочим языком говорю. Да, да, да. Совершенно верно. Тогда ладно. Это, да, уже ограниченное, регламентированное, жесткое, оборванное наслаждение. Да, да, да. Все. Я согласен. Которое в удовольствие перешло и они вот в гомеостасе. Да, да, да. Я согласен. Хорошо. Поехали дальше. Теперь поехали дальше. Проблемы налицо. Да? Очень много. Мы это видим и будем решать по мере поступления. Модель, о господи. А это что такое? Шестой номер. Модель идеального государства. Ну, потому что там была эта. Модель. А что? Я не понимаю, о чем речь. Это после последнего семинара. Там мы все. А? Это четвертая книга. Цибулевская пишет тебе, что ты будешь прав. нового ягода. Да. Ты и был прав? Да. Я и есть прав. Более того. Я в упор не понимаю, что такое модель идеального государства. В четвертой книге проблема богатства. Я помню, что и у меня такая мысль была, и Саша постоянно продвигал, что здесь не то, чтобы Платон там учит, как построить идеальное государство, он просто строит именно модель какую-то абстрактную. И эта модель, она не для того, чтобы создать, а она для исследования государства. Это довольно распространенный такой взгляд на Платона, и он бы имел место быть, если бы Платон… Если бы не диалог в закон? Нет. Если бы Платон в истории не ездил в Сиракузу и не пытался построить именно такое государство в Сиракузу. Сейчас мы лепим в нашем воображении государство счастливое, но не в отдельно взятой его части. Не так, чтобы лишь кое-кто в нем был счастлив, но так, чтобы оно было счастливо во всем целом. А вслед за этим мы рассмотрим государство ему противоположное. Это вроде того, как если бы мы писали картину, а кто-нибудь подошел и стал порицать нас за то, что для передачи самых красивых частей живого существа мы не пользуемся самыми красивыми красками. Например, если глаза, хотя это самое красивое, были бы нарисованы не пурпуром, а черным цветом. А, да-да-да, я вспомнил, как мы это читали. Там же действительно есть же самая красивая краска. Например, пурпурная. Сегодня это краплак, чтобы вы понимали. Это близко, по крайней мере. Она красива, типа как диван, только в темных местах. А что, глаза красивые? Красивые. Только давайте пурпуром их фигачить. А он говорит, ну черным цветом надо фигачить глаза, потому как бы они ни были красивы, есть картина, есть целая. И из этого следует, что по большому счету мы не должны ожидать, чтобы какое-нибудь сословие, какой-нибудь вид людей были особенно счастливы. Нет. Они прекрасны только на своем месте. Только на своем месте. По-своему довольны это все. Если мы будем ожидать, что какое-либо сословие будет говорить, Господи, в каком прекрасном государстве мы живем, то у нас беда. У нас уже беда. Здесь какой-то излишек, который будет... Уже несправедливость. Уже несправедливость, и что-то начнет трескаться постепенно в связи с этим. Но то, что они на своем месте, это как-то немного купируют все-таки процесс, это то, что мы выгоняем всех лишних. То есть, мы же не убиваем их, но просто идите туда, где вам радует. Окей. Мы перемещаем. Да. Ну, если у тебя изначально с детства задатки стражи, то ты и будешь себя ощущать, ну, типа, тебе хорошо. Как бы, в чем проблема? Здесь, конечно, вопрос об искусстве. Куда он вообще девает художников? Вот у нас есть сословия. Девятая, девятая, десятая книга там. Спасибо. Там мы пойдем. Понял. Вернее, как он не объяснит, но он хотел. Хорошо. Есть еще один вопрос. А жречество? Вообще. Я так скажу, насколько я знаю, не очень было распространено, в принципе. Но где-то они там были в определенных местах. Ну, Дельфийский Оракул. Дельфийский Оракул, там эти эфоры сидят. Ну, их там немножко. Приходят, подношения принесли, пошли к Оракулу. Ну, там как бы... И что еще? Ну, Гетеры есть, которые на самом деле являются жрицами. Вообще. Ну, Гераклит, он же тоже говорит, что тут какое-то священничество и образование получалось, и должен был стать... Что-то очень нераспространенное, короче. Оно было, но... А? Вместе с тем, жрецы, они еще некие советники, например, перед боем, которые могут дать совет. Это скорее некие оракулы. Да. Толкователи. Так это тоже жрецы. Это что-то... Понимаете, когда мы говорим брахманы или брамины, да, мы, например, имея в виду Древнюю Индию, там это очень разросшиеся сосуды. Нет, ну, получается, что брахманы – это не обязательно священник, это и любой интеллектуал, по факту. Нет, не путай. Значит, в Индии это все-таки ритуальный священник, который обязан помнить сто с чем-то тысяч страниц, вот если письменного текста, только устно он должен помнить. Это человек ритуала. Но они все равно, они чиновниками работают, они учителями, они вот эти вот все сферы... Ну да, да, да. А в Персии там есть разделение, то есть есть жрецы, забыл, как они называются. А есть отраваны. Маги, может быть. А есть отраваны. Отраваны – это вот интеллектуалы, которые и врачи, и юристы, и чиновники. То есть это отдельные условия их выделили потом, вследствие зороастризма. Ну ладно, это уже мы зашли в другую сторону. Я, кстати, хотела спросить, а это, по-моему, в иудаизме, да, там есть тоже вот это как раз просеивание, значит, в школе детей. Всем дает прочитать Ветхий Завет, понятное дело, там талмуды, и потом смотрят на их интеллектуальные способности, начинают их просеивать. Кто буквально слишком воспринимает, тех там вообще, ну типа, самые низшие там, и кто сложнее, 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 сложнее понимает, тех уже вот куда-то там приглашают. Ну вот я не знаком с этой системой. Да, я там слышала. А кто сразу говорит, что это все опиум для народа, с ним что делать? Да, известно, что. Общество традиционных. Его записывают в марксисты. Вот. Так, значит, что... Итак, у нас... Ну, это все про модель идеального государства, что мы можем сказать, да? Я не понял все-таки, почему у нас слово «модель» здесь. Утопия еще причем. Утопия что? Утопия при этом еще. Нет, вообще слово «утопия», когда мы произносим в контексте Платона, это анахронизм, да? Потому что это средневековое слово. Ну как это? 16 века слово. Томас Мор написал труд. Утопия, то есть... Нигде я. Неуместность. По большому счету это слово «неуместность». Я слышал перевод «нигде я». Нигде я. Да, можно так сказать. Да. Никогде. Да. А он же шел по следам Платона в этом смысле, да. Но так как бы это анахронизм. Так. Ладно, поехали дальше. У нас следующая проблема. Пункт седьмой. Проблема богатства и бедности. Помните? Что в связи с этим? Ну в контексте того, что мы не должны допускать вот этих как раз крайностей. У нас не должно быть чрезмерного богатства, но и чрезмерной бедности быть не должно. То есть государство везде, не только в сословиях какие-то, государство везде регулирует. Вот в этом смысле это опять близко к социализму. Но на самом деле эта близость есть и в Америке. В случае сегодняшней. Ну оно регулирует. Государство регулирует. То есть вот какие-то излишки богатства и бедности необходимо регулируется именно государством. Социальные выплаты совсем бедные, антимонопольные налоги, повышенные налоги для этих самых и так далее. И там всякие программы типа, если ты там сверх богатый, у тебя есть возможность заняться благотворительностью, чтобы уходить от налогов. То есть ты таким образом уравновешиваешь самых неимущих. То есть почему? Какова логика? Почему это должно делать государство? Почему для Платона это важно? Почему для Платона это важно? Почему для государства это важно? Потому что это не рынок. Так вроде как там рынок, вроде там в унижних слоях рынок. Ну потому что... Государство не может быть рынком. Нет, само государство это то, чтобы скрепить вот это сообщество, устранить какую-то справедливость. Без этого, ну только если не будет этим кто заниматься, то люди просто не захотят, потому что не в интересах более сильных. Так, непонятно. Почему государству или почему целостностью общества необходимо устранять сильную разницу в богатстве и бедности? Почему? Логично, что именно для целостности. Владом уже писал, что если человек слишком богатый, то это его развращает. Так. Бедность тоже развращает пока. Что это означает? Вы не можете думать, вы думаете либо о своем желудке, либо о своем сверхнаслаждении. Да. Либо о том, что у вас нет наслаждения, либо о том, чтобы наслаждаться бесконечно. Два варианта. И вы из этого не можете соответствовать своей идее. Не можете идти вот таким своим путем. А, ну и плюс он, по-моему, еще говорил, что если он уже слишком стал богатым ремесленник, то он не перестанет развиваться и делать свой товар лучше. И если он слишком беден, он тоже не будет развиваться и делать свой товар лучше. У него не будет средств просто на то, чтобы улучшать. Что это значит в социальном аспекте? То есть вот у нас общество, ну что нам для этого ремесленника, господи? И государство разделится, и не других людей. Вот! Он же про это тоже говорит. Он же про это потом говорит. В каждом имеющемся государстве у нас есть государство бедное, государство богатое. А среди бедных, соответственно, тоже идут на свои бедные богаты. Все государства, кроме платоновского государства, разделены как минимум на двое. И имеют внутри себя два государства. Поэтому, если мы хотим их разрушить, мы спонсируем одно из государств, и оно разрушает другое, и разрушает целостность государства. Собственно, социалистическая революция. Про то, чтобы дать деньги бедным, чтобы они сверли богатых. Чтобы они сверли богатых. Совершенно верно. Вот он. Даже не деньги оружия не дать. Ну, в смысле, какие-то средства борьбы. Да. Средства борьбы, да. Да. Либо мы берем, скажем так, верхний слой бедных и нижний слой богатых, чтобы они сверли более богатых. Буржуарная революция, получается. Ну, тоже, в общем, да. Хорошо. Есть. Все. Ура. Соблюдение размеров. Интересно, правда? Пункт восемь. Соблюдение размеров государства. Что с этим? В смысле, что оно не должно уменьшаться или развиваться. И сильно раздуваться. Почему? А, более того, он еще там говорил о том, что надо следить за количеством людей в целом. Чтобы они слишком, да, даже внутри как бы страны, да, не… Скопление, чтобы не было чрезмерного. Да. То есть оно было в одном и том же состоянии. Почему? Диана. Мне кажется, то же самое, чтобы не было социального напряжения. А по поводу размеров, мы когда разбирали модель идеальную, это было не государство, племени, да, племенной. Здорового, да? Не идеального, здорового. Здорового. И охваченной лихорадкой, что охваченная лихорадка, она вынуждена экспансивно захватывать территорию, потому что ему мало места внутри. А здесь? Это опять нестабильная. Не целая. Не стабильность, да? И слишком маленькое государство опять нестабильно, да, получается? Здесь большой вопрос, а где оно начинается, где заканчивается, слишком маленькое, слишком большое. Но, тем не менее, у него есть такая вот… Он говорит про подлинную мощь, не показную, а подлинную, что у нее есть пределы. В этом смысле, пока она не перестает быть единой, вот этот предел, вот этого единства. Ну… И стражи должны следить. Возможно, из этих соображений… Ну, у меня есть предположение мое. Римская империя разделилась на двое. На запад и восток. Потому что просто административно это было уже невозможно управлять такой огромной державой. Ну, просто технологий не позволяет. Пока у тебя вестник достигнет каких-то там пунктов, да, уже война закончится просто. Ну, то есть ты ничего не можешь с этим сделать. Логистически чисто. Чисто логистически. То есть тебе необходимо две столицы. Два административных центра. А это уже два государства, все. Может, мы когда про эволюционную Россию обсуждали, потому что я говорил, что… А вот как вообще такое государство, чисто географически устроено, как сделать так, что там был более-менее высокий уровень жизни для всех. По логистике. Именно до 20 века… Проблема логистики, да. Да, до 20 века, пока не появился быстрый транспорт… А потом уже там телеграф, радио, это уже… Да, и плюс, и как бы СМИ, и плюс грамотность у всех обеспечить, нужно бумагу доставлять, это нужно, что у него какие-то тоже очень много всего. Окей. Ну и что, мы ударяемся в то, что Платон говорит о технологических ограничениях или о чем-то еще? То, что не должно быть еще большого государства. Угу. Ну и очень маленькое тоже… Ну, тут можно предположить, да, о чем речь. Слишком маленькое государство, мало территорий, мало посевных каких-то площадей, всех непраконных. Сложно контролировать, сложно всем договорить. Он же требует большого контроля над этим всем государством. А как это большой контроль обеспечить, если у государства большое? Да, кстати, вот интересно, что сейчас у маленького государства тоже мало контроля. Почему? Еще раз, мало посевных площадей, и оно начинает превращаться в торговое государство. Да, и тогда одно, один из слоев, один из слоев нижнего сословия начинает раздуваться. А это нехорошо. Я еще подумал, что даже если у нас там… Окей, я все-таки продолжу. И он же говорит, что… Я забыл, в прошлый раз мы читали. Он говорит, что государство, которое очень сильно довольно каким-то из аспектов своего существования, это не значит, что оно разумное. Видимо, он имел в виду что-то вроде Финикии, то есть абсолютно торговое государство. То есть оно живет богато, они говорят «Оооо». А он говорит, у них проблемы. Ну ладно, что… Еще я подумал, типа, даже если у нас стражей слишком мало, даже если они прекрасно обученные, ну окей, хорошо, будет у нас там 10 каких-то рыцарей, пусть они там в своих кольчугах, манировании и все. Но если их мало, будет у нас 100 крестьян. Они придут, все равно забьют их топорами. Там 100 крестьян не забьют, это уже посчитано. А вот 1000 крестьян забьют. Ты хотел сказать. А если их уже больше, то уже как-то… Ну то есть соотношение, да. По нормальному распределению в любом случае будет примерное количество нужного, нужно рождаться в любом случае на этом населении. Но регламентировать это должно государство. Да, но в смысле того, что как бы просто рождаться они будут, эти стражи. Да, понятно. Просто отсеиваясь. Вот, например, хорошо, я все-таки этот пример приведу. Как его, господи. Зиновьев, такой философ, мыслитель, социолог, позднесоветский, он говорит, почему рухнул Советский Союз? Говорит, недостаточно был развит бюрократический аппарат. Его просто не хватало. Но все говорят, в Совке бюрократии было выше крыши. Он говорит, нет, проблема в том, что он был недостаточно. Крылов, кстати, это все. Он и правый мыслитель про то же самое говорит. Вот, это интересно. Ну ладно, ты хотела. Я, по-моему, хотела сказать, что это в продолжении той же самой темы консервации, в смысле ничего нового. Мне кажется, что это вся одна какая-то логическая цепочка. Это все объединяет какой-то… Структура изначально уже задана. Да, а дальше просто какие-то изменения, которые уже можно просчитать. Но я думаю, что Платон исходит из этого, за что я его терпеть не может Карл Поппер. Он говорит, невозможно. Он говорит, невозможно просчитать будущее. А Платон, Маркс, Гегель – три врага открытого общества. Да, они говорят, да, изначально все считается. И мы, когда внимательно читаем государство Платона, я лично, я очень впечатлен, насколько он уже продумал очень большое количество проблем. Но жить в таком государстве не хочется. Не знаю, не знаю. Построить его хочется. Жить может и нет. Да, со мной точно все равно. Окей. Но здесь вот эта вот история насчет продуманности наперед, а не работает ли оно как самоисполняющее право. Да, правоочество. То есть я его прочитал, а я к нему иду. Оно, может быть, так и не получилось, если бы не было написано. То есть, получается, он хороший публицист, а не прагматик. Да, да, да. Есть, есть. Ну, и надо сказать, у него не получилось построить это государство, по крайней мере, на Сицилию. Так, ну что, соблюдение размеров у нас минут 12, остается что-то еще успеем, да, затронуть. Примат закона воспитания. Вот это прямо очень интересующий меня вопрос. Я даже о нем немножечко написал, да, резюме в качестве резюме. Примат в смысле, ну, вот некое превалирование, да, то есть мы особенный акцент, внимание, делаем именно на этом. Роль правильного воспитания. То есть он что говорит? Говорит, законов мы можем создавать выше крыши, их никогда не будет достаточно, если мы основное не затронем, да. Основное что? Как мы воспитываем граждан? Говорит, вот если мы сюда основной упор делаем, на образование, по факту, воспитание, образование, то дальше оно все подстраивается. Если мы здесь упускаем, все, постоянно нам приходится вводить новые, новые ограничения, новые, новые законы, лезть во всякие минимальные сферы жизни, затрагивать все мелочи. И у нас, как в смысле у государственника, просто даже будет не хватать внимания, не хватать энергии, времени не будет хватать, потому что надо все-все-все затронуть, потому что все время все сыпется постоянно. Как в Англии нельзя выезжать с уткой на голове из города. Почему? Это прецедентное право, прецедентное право, да, то есть нельзя сувать, в Америке нельзя сувать кошку в микроволновку, закон, то, что было это самое, а прописано не было. Но прецедентное право, оно как раз по сути, потому что не государство все рекламентирует, а наоборот частный человек решает, а остальные уже смотрят, что частные люди решают. Чисто индуктивная позиция, которая имеет огромные проблемы. Дедуктивная тоже имеет огромные проблемы, только другого характера. Мы как-то уже начинали, я не помню, по-моему, не на прошлом занятии было еще задолго до этого, про то, как вообще возможно наведение какого-то порядка в государстве. И мы как раз начали рассуждать с того, что надо идти в учебные учреждения. И не в семьи, а в учебные учреждения. Не в семьи. Да, помните, мы как раз это обсуждали. Это важно. Не в семью лезть, а в учебные учреждения лезть. Для этого надо, чтобы авторитет учебного учреждения был ниже, чем авторитет семьи. Ни ниже, ни в коем случае, да. То есть учитель – это серьезно. Потому что у меня, когда я учился, мне создалось впечатление, что у ребенка после начальной школы, главный авторитет – улица, СМИ, чего угодно, потом идет семья. Они как-то между собой конкурировали на школу вообще на последнем месте. Если я не ошибаюсь, ты учился в момент, когда государство трещало по шваму. Не, ну когда я? В тринадцатом году школе закончил. То есть государство как раз уже крепло. Господи, какой же ты молоденький. В тринадцатом году ты закончил школу? Да. Обалдеть. Ладно, я беру свои слова. В тринадцатом году я подумал, не закончил ли мне с бизнесом. Да, если что, я тут один из самых старших. Ужас. Ужас. Никита, выйди из один. Нормально. Ну из девочек или один из самых старших? Ужас. 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 Слушайте, имеем право, вероятно, юбилей. Галя может лезть желатом на ковер, она уже нехитно прижмёт, получается, к ковру. Да, точно. Всё. Ещё раз, что ты говорил про то, что в тринадцатом году не уважали учителей? Я вообще не видел, что школа для большинства подростков какой-то, в принципе, авторитет имеет. Это реально что-то такое очень фоновое. То есть, к учителям такое отношение либо в равнодушное, либо враждебное. Хорошее, более-менее, отношение было как раз к тем, кто совсем соглашались. У нас была, помню, учительница по истории. Она любила рассказывать анекдоты. Она говорила, типа, да, зачем вам эта история нужна? И так можно хорошим человеком стать. Ого, ничего себе. Да, и ей такие. Вот это отношения. Так, кто первый, если я правильно понимаю, Диана Василина Дмитрий или как? Какое у нас отношение? Пыхти, пыхти. Пыхти, пыхти. А я хочу посмотреть. Хорошо. Тогда я хочу вернуться на несколько семинаров назад. Да, ты рассказывал о своей школе и контрасте с лицеем. И я про то, что для пубертата характерно отрицать, да, там, власть условную. Но при этом это не означает, что это не работает. Вот. Абсолютно сто процентов работает. Поэтому ты, ну, как бы, на уровне подростка, может быть, учитель не важен, но на уровне того, что он делает, это очень важно. Потому что все равно из системы ты не вышел. Ты не ушел жить на улицу, ты закончил школу, поступил учиться и так далее. Отличная формулировка. На уровне подростка учитель не важен, а вообще он важен. Потому что учитель говорит это не подростку, а тому, кто из него вырастет. Он обращает внимание. Угу. Хорошо. Да, это вообще был частный пример, просто ответ Никите. Я когда училась в 10-й школе, у нас был отвратительный класс. Просто отморозки какие-то, которые творили просто такую дичь. И все ужасно боялись, трепетали и уважали учительницу по истории, которая стягала просто, как овц вообще нас. Просто вот это, как стадо просто. Она нас стыдила, она нас унижала, она призывала нас к человеческому достоинству. Сейчас скоро слюни придет. Василина. И вы видели голос вообще чего-то прекрасного и светлого в ее обзоре. Спасибо, Василина Вольфович. Я мечтаю занять его место. Ее. Дмитрий. Я предлагаю, что Василина боролась с Никитой. А мы и так постоянно это делаем. Да. Василина будет бороться с победителем. А я хочу предложить зайти немножко с другой стороны. Со стороны того, как ученики школы относятся к еде в школе. К еде? Да. И как мне кажется, что вот как раз после 2000-х отношение к школьной еде сильно отличается и отрицается сама еда как форма какого-то наслаждения, нежели чем, допустим, до 2000-х. Потому что я выпускник 2012 года. Я от Никиты не сильно далеко ушел. К сожалению. Да. И я это помню. Я это помню. Потому что, действительно, школьная еда в своей массе для школьников – это что-то уже такое позорное. Я помню где-то в 2011 году, если я не ошибаюсь, пробовали даже такой эксперимент заказывать из ресторанов. То есть, дети настолько презирали еду, да, что такие вот эксперименты были. Давайте найдем ресторан, который будет для нас готовить. Вот. И я думаю, что это сильно, ну, как бы, говорит о том, что такое школа для школьника. Я прошу прощения, можно вставить? Не прощай. Я просто очень хочу вставить. Ставь, ставь. Я в 12-м лицее, когда училась, вот в твоем, у нас, чтоб вы понимали, Дмитрий, дядю Сашу повара, то все обязательно ставили выпускные альбомы с учителями. Потому что это был святыня просто, понимаете, дядя Саша. В каком году ты закончил? В 12-м году. Да что ж такое? А взрослые есть в доме? Деды есть. Я в 99-м. Слава Богу, Женя, господь. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, то есть, в разных школах все-таки по-разному, да? Не только в году, но... Ну, давай. Хочу прицепить к утверждению, что в взрослом возрасте все равно это всплывет. Окей. Но это же касается и авторитета родителей. Это же касается авторитета семьи. Она тоже... И с большей вероятностью ты, когда вырастешь, ты, скорее всего, будешь повторять за своими родителями, даже если ты в них пубертати против них пубертати бунтовал. Особенно если... И более того, я видел... Вот, кстати, вот я сейчас что-то тоже задумался. Были те, кто там активно бунтовали прям подростки. Были те, кто, в принципе... Ну, я не замечал прям какую-то подростковую бунту. Но чаще вот... Были те, кто бунтовали и против школы, и против родителей. Были те, кто, в принципе, к школе тоже так относились. Так к себе бунта не было. Но их родителям как бы нормально относились. Наоборот, для них все равно родители авторитет не пересказывают то, что родители говорят. Они с ними согласны абсолютно. В том же самом-то в 15-16-летнем возрасте. Насчет еды интересно. Получается, что школа получается... Например, когда школьная еда была чем-то важным... Почему? Значит, родители не могли детей даже так дома накормить. Общество стало более сытым. Школа уже не могла кормить детей, так как... То есть экономическая модель. Когда школа дает детям то, что им не могут дать родители, тогда, наверное, она и будет более важной. Если мы берем школу... То есть, в принципе, у нас школьная модель образовалась примерно в 30-е годы. Современная. Чуть-чуть она эстетически изменилась, но примерно такая. Тогда, в 30-е годы, она действительно давала то, что родители не дадут. Родители были... То есть было, в принципе, нормально, что родители вообще читать не умеют. Дети заканчивают школу, идут... Дети заканчивают школу, идут в университет. Галя, почему ты Василину так не регулируешь? Потому что ты другой. Так, у нас осталась минута. Ну, короче, вы меня помнили. Короче, здесь у меня тоже много вопросов, потому что я знаком с системой элитарных школ британских. То есть я знаком в клиническом опыте. И там тоже проблемы с едой и так далее. Дмитрий говорит, а мы заканчиваем на этом. Да, я услышал же правильно, в 30-е годы школа сформирована. У меня дипломная работа была на новое формирование школы после военного времени. 50-55 год. Потому что все учителя, ну, просто погибли на войне. И дети, ну, грубо говоря, бывшие школьники, они, ну, как бы уходили работать учителями. То есть это прям дети. Это те, кто не ушел на войну. Поэтому дело было переизменено. Было очень сильное изменение, по крайней мере, я писал по Мордовии. Но я не думаю, что это будет сильно отличаться от других регионов. По идее, да. Я про принципы. Стоп, стоп. Да, принципы, да. Вот я знаком, например, с тем, что 20-е и 30-е – это очень, это огромное изменение в системе. Про 50-е ничего не знаю. Слушайте, ну, ладно, здесь это частный случай. Мы все-таки про Платона. Что происходит? Мы, значит, с вами, примат закона воспитания, на мой взгляд, не закрыли, не раскрыли. То есть у нас девятый вопрос и еще у нас вообще всего 12 вопросов. Тогда в следующий раз мы начнем, еще раз вернемся к примату закона воспитания, рассмотрим этот вопрос, закроем все остальные и перейдем к чтению. А сейчас мы пойдем праздновать, как, ну, понятно. Не закрыты вопросы, какие номера? Номера, значит, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Девять, двенадцать. Все, всем пока. Жмите колокольчик. Ставьте, блин, ставьте факт, хотел сказать. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Пишите комментарии, делитесь с друзьями, и будет нам счастье, мы построим идеальное тоталитарное государство. Всем пока.